На графике биткоина есть кое-что, что сейчас меня пугает. Ты видел этот график? Ты видел, какой паттерн сейчас нарисовался? И к чему этот паттерн приводил в прошлых ситуациях? Сегодня я расскажу тебе об этом и еще об одном паттерне. Как он повлияет на биткоин и криптовалюту? А также покажу тебе, как ты можешь использовать его в своей торговле. Всем привет, ребята! Меня зовут Богатей ищи Ди. Добро пожаловать в новое видео! Если ты новичок здесь, я делаю обзоры на криптовалютный рынок с 2018 года и снял более тысячи видео о биткоине и криптовалюте, которые посмотрели 50 миллионов раз. Если тебе интересна тема криптовалюты, не забудь подписаться на канал и поддержать меня лайком. Мне будет очень приятно, а тебе будет очень полезно. Это недельный график капитализации всех криптовалют на рынке. То есть капитализация всех альткоинов и биткоинов вместе взятых. Этот график показывает нам, как изменяется ценность криптовалютного рынка и во сколько долларов она сейчас оценивается. Этот график говорит нам все, о чем мы хотим знать. Здесь мы видим то, что называется бычим и медвежьим поглощением. Если ты относительно новичок, давай напомню, что это такое. Итак, как определить медвежье поглощение и что это такое? Если мы видим огромную красную свечу, тело которой полностью перекрывает тело зеленой свечи перед ней, это медвежья свеча. Вот так все просто. Если мы видим две красные свечи подряд и вторая свеча перекрывает первую, это не медвежье поглощение. Нужно обязательно, чтобы именно большая красная свеча перекрывала именно зеленую свечу перед ней. Это и называется медвежьим поглощением и оно обозначает разворот тренда цены. Вот пример такого поглощения на графике биткоина. У нас был рост цены биткоина. Затем мы увидели вот эту огромную красную свечу, тело которой полностью перекрыло тело зеленой свечи перед ней. Это и есть медвежье поглощение. И это означает, что тренд движения цены развернулся. Поэтому, когда ты видишь рост на рынке, а затем замечаешь такой сигнал, знай, что скорее всего тренд роста развернется и рынок может краткосрочно упасть. Бычье же поглощение является совершенно обратной моделью, когда после падения цены внезапно зеленая свеча полностью перекрывает красную. Это и является сигналом к развороту тренда. Это сигнал, что падение рынка может развернуться в сторону роста. Таким образом, ты можешь искать точки входа и выхода на графике цены. Все очень просто. Если ты знаешь, что искать на рынке, эта игра становится для тебя намного проще. И сегодня я рассказал тебе, что ты должен искать на графике. Поэтому, если эта информация была для тебя полезной, не забудь поддержать это видео лайком. Мне будет очень приятно. Давай рассмотрим примеры на графике биткоина. Совсем свежие ситуации на протяжении последних двух лет. Например, вот здесь, в апреле 2022 года. Перед этим мы видели, как общая рыночная капитализация криптовалют выросла с полутора триллионов долларов приблизительно до двух триллионов долларов. Затем огромная красная свеча, тело которой полностью перекрыло тело зеленой свечи перед ней. Это и являлось медвежьим поглощением, то есть сигналом на разворот тренда. В ноябре 2021 года у нас был огромный рост от одного триллиона до более чем трех триллионов долларов капитализации рынка криптовалют. Затем мы увидели вот эту огромную красную свечу, которая полностью перекрыла тело зеленой свечи перед ней. Это и было медвежьим поглощением, или же сигналом на разворот тренда цены. За последний год таких сигналов было четыре. При этом бычи поглощения, как ты можешь заметить, давали возможность понять, когда будет разворот падения и когда лучше всего заходить в рынок. Но что меня беспокоит, это то, что в конце августа 2022 года мы нарисовали такое же медвежье поглощение вот здесь. Красная свеча, точнее ее тело полностью перекрыло тело зеленой свечи перед ней. И это после вот этого роста. От 750 миллиардов долларов до 1,2 триллиона долларов рыночной капитализации. Что это значит? Что нас может ожидать продолжение падения? Возможно, это меня и пугает. Я могу сказать только то, что иногда эти сигналы не работают. Точность, конечно же, не 100%. Бывают и ложные сигналы, но все-таки большинство из них работают. Так, например, за последний год четыре медвежьих поглощения сработали идеально. И теперь ты знаешь, что тебе искать на графике в самостоятельных анализах, чтобы понять, когда покупать, а когда продавать. Вопрос, который возникает, а будет ли на этот раз, после этого медвежьего поглощения, повторение сценария в прошлых ситуациях. На самом деле, это повторение уже происходит. Как ты видишь, мы уже падаем. Однако, у нас прошло еще слишком мало времени. Ведь в прошлых ситуациях, например, вот здесь, это падение составляло около 120 дней. Это около 60 дней. Это тоже приблизительно около 60 дней. То есть, развороты тренда в прошлые разы продолжались приблизительно 2-4 месяца после сигнала медвежьего поглощения. Мы же находимся в таком всего лишь 2 недели. Прямо сейчас этот сигнал на практике ведет себя, как и положено в теории. Я просто хочу тебя предупредить о том, что такой паттерн есть, и он себя отыгрывает, как и в прошлых ситуациях. Но также я хотел, чтобы ты знал об этом, о медвежьем и бычьем поглощениях. Ведь эта стратегия очень здорово помогает тебе находить точки входа и выхода из рынка, как ты видишь на этом графике. Если видео было полезным или интересным, не забудь поставить лайк. Это действительно очень-очень мотивирует. Большое спасибо за поддержку. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»